Здравствуйте, уважаемые земляки! Продолжаем цикл наших передач. Сегодня у меня в студии в гостях Аслан Борисович Кушминов. Аслан является депутатом Народного Хурала, руководителем регионального отделения общественной организации «Поддержка предпринимателей и опора России». Поприветствую, зрители. Приветствую. Меня зовут Халим Гут. Аслан, у меня недавно был интервью с ОТОМ ОМОНовым. Мне очень многие люди задали много вопросов по поводу этого интервью. Но СОТОМ был там откровенен. У нас такое правило. Мы предупреждаем, что мы говорим правду, стараемся говорить правду. И вот поскольку я являюсь депутатом Народного Хурала, я вот задам тебе самый главный вопрос в нашем интервью. Ты считаешься слугой Народа? Да, конечно. Да, конечно, считаю себя слугой Народа. Это поскольку чувствую, наверное, какую-то ответственность за данную работу перед народом, перед теми обязательствами, которые возложены. Что для тебя служит Народу? Быть, наверное, честным и откровенным на той должности, в которой находишься. Ну, соответственно, выполнили я ее. Да, соответственно, выполнили. Очень много в социальных сетях, ну, в калмыцком интернете, на пространстве калмыцкого интернета очень много было видео, очень много было шумихи, так скажем, да, очень много было комментариев, ну, благодаря Максу, то, что как ты выступил на 16-й сессии. С чем связан твой так называемый демарш? Почему ты, можно сказать, ты там зацепился, да, на молодежном сленге с председателем Народного хурала, с главой республики Каламыки? С чем это связано? Чем он в основу? Ну, знаешь, это ты не первый, кто задает мне такой вопрос. Ну, я не считаю, что мое выступление – это некий демарш, поскольку я задавал вопросы и требовал ответов от правительства, чтобы они были как раз-таки открытыми и прозрачными для народа в тех действиях, которые они выполняют. Поэтому, вот я честно тебе скажу, не вижу никакого такого пока демарша. Я на самом деле хотел знать ответы те, которые, ну, на вопросы, которые меня задают люди, приходя на прием. Я так же, как и ты, сама живу в этом городе. Соответственно, мне так же люди встречаются и спрашивают эти вопросы. И я где-то просто их дальше передаю. Ну, и на самом деле, когда, сейчас у нас правительство поменялось, они взяли за некий такой лозунг, да, там, быть открытыми перед народом. И, соответственно, те вопросы, которые я задал, я именно в той части, чтобы они стали открытыми. Ну, это, знаешь, это даже точно так же, вот, вот, как вас впечатляют к неким оппозиционерам. Я не считаю, что вы оппозиция. Вы точно так же требуете ответы и той же самой, как бы, честности от правительства и хотите быть услышанными. Соответственно, это точно так же. С какого года ты являешься депутатом? С сентября 2018 года. Почему ты сейчас проснулся? Именно на 16-й сессии. Почему это не было раньше? Ну, я не скажу, что я сейчас проснулся. На самом деле, вопрос, я, в принципе, не молчал. Это просто благодаря тому, что вы осветили, сессию, 16-ю сессию, 17-ю сессию хурала. И народ начал задавать такие вопросы. Почему сейчас? На самом деле, я буквально там с начала 19-го года я постоянно задавал вопросы. Ну, может быть, конечно, не такие резкие, как сейчас, да? Где-то, может быть, на самом деле, это некая политическая зрелость. Я начал понимать больше, соответственно, полномочий и ответственность данной должности. Депутаты? Да. То есть ты понял, кем является депутат? Только встав и ему позже, это выходит, что ты, когда шел в депутаты, ты не понимал этого? Я никак не пойму. Ну, откровенно скажу, конечно, в полной мере, как бы не понимал, наверное, не то, что обязанности, наверное, ответственности той, которая возложена. И сейчас вот при данной смене, можно, так сказать, тоже это и может приравнять, действительно формируется какое-то политическое, ну, на самом деле, политическая зрелость, наверное. И чем больше я стал понимать именно ту ответственность, не те обязательства. Обязательства-то, в принципе, я понимал, а именно та ответственность за мои решения, там, за мою нерчаливость, грубо говоря. Я понимаю то, что если я не задам эти вопросы, если я не буду поднимать и где-то требовать от правительства той нужной работы, то не факт, что она будет осуществляться. Я слежу за заседанием Народного хурала, вот благодаря твоему, в том числе, выступлению. Часть людей научилась смотреть видео, да, которые размещены на сайте Народного хурала, именно сессии. То есть это уже хорошо, что люди, да, интересуются. Раньше не было таких выступлений, с твоей стороны. Я вот считаю, что это очень огромная разница. Когда сейчас, ты, Кусминов, в сессии сейчас, и Кусминов до 16-й сессии, это огромная разница. Ну, на самом деле, Санал, я не скажу, что вот те вопросы, которые вот сейчас вот просто поднялись, они, наверное, более острые. А до этого я точно так же, допустим, когда в начале 2019 года, помнится, обсуждался вопрос о золотых парашютах. И у нас на фракции «Единая Россия» очень была такая, ну, можно сказать, серьезная дискуссия по данному, по данной теме. И я по большей части с этого за то, чтобы в данный момент не принимать. вынесли на голосование фракционное. Я был одним из тех депутатов, кто проголосовал против. Также я поднимал вопросы по сомнительной работе постов весового контроля, по также сомнительной работе общественного транспорта. Я был за то, чтобы понизить муниципальный фильтр перед выборами главы региона. В прошлом году? В прошлом году, да. И, в принципе, сейчас также придерживаюсь этого мнения. Также я там поднимал вопросы еще в прошлом году по принятию закона по самозанятым, так называемый налог на профессиональный доход. По бюджету, допустим, точно так же, когда обсуждался бюджет на 2020 год и, в принципе, на 2019 год тоже, когда обсуждался бюджет, были поправки. И когда начали сокращать бюджет в части экономоразвития в пользу социальных обязательств, я был за то, чтобы как раз-таки больше денег потратить на экономическое развитие, потому что это даст последующее как бы пополнение бюджета. Поэтому я не скажу, что я все время молчал, просто тот вопрос, который поднялся на 16 сессии, он был более острый. Из-за этого, соответственно, он, наверное, с большим интересом разлетелся по социальным сетям. Я тебе скажу, огромная разница. Не, ну, разница большая, когда ты выступаешь на фракции, а потом голосуешь, как фракция решила. Согласен. Правильно же, когда ты уже прямо без поддержки своих однопартийцев идешь, задаешь вопросы правительству. Пробуждаемся. Ну, это отличное слово. Ты работал в команде предыдущего главы. Главы республики Орлова Алексея Манатовича. Ну, и сейчас ты остаешься депутатом при нынешнем, да? Есть какой-нибудь контраст? Есть какая-то связь? Чем отличаются эти два руководителя? Ты это видишь изнутри? Я вижу снаружи. Вы там где-то высоко. Ну, не высоко. Мы всегда рядом. Ну, для того, чтобы оценивать работу главы региона, я думаю, наверное, надо сначала, наверное, понять все-таки цели и задачи, которые стоят перед главой региона. На мой взгляд, цели и задачи у главы региона – это в первую очередь социальное спокойствие в регионе и экономическое развитие. Если мы возьмем период Алексея Муратовича, то, опять же говорю по фактам, опираясь на факт, не было таких социальных всплесков серьезных. Хотя я не отрицаю то, что было недовольство власти. А ты имеешь в виду, что не было публичных мероприятий, активно не было в соцсетях, ничего такого. Но даже вот смотри, возьмем с тобой пример, когда, помнится, разгорался такой социальный тоже скандал в части должности постоянного представителя. При президенте Российской Федерации. При президенте Российской Федерации. Который сейчас Ангиджит Арбайд занимает. Тогда, на тот момент, был, по-моему, Гамзатов Аминула. И, помнится, как раз вот московское землячество начало будировать этот вопрос. Он разлетелся по социальным сетям. И на тот момент, как раз-таки, московское землячество предложило кандидатуру Берикова Чингиза. И на тот момент никто не верил в его назначение, на данную должность. Но тогда власть пошла на компромисс. И назначили Чингиза Берикова постоянным представителем. Хотя это, скорее всего, даже как-то сыграло, наверное, в минус их репутационную. И в части экономического развития, ну, не могу сказать, за весь период, поскольку я вот тут только два года, ну, два с лишним года, но за последнее время завели целый ряд инвесторов. Ну, вот последние годы, так сказать, правления Алексея Муратовича. Это вот в части, как раз-таки, альтернативной генерации. Что касаемо предыдущего периода, ну, не могу сказать, потому что, поскольку я не работал на тот период, что в отношении нынешнего главы республики Бату Хайсикова, Бату Сергеевича Хайсикова, то мы за последний год видим социальную напряженность в регионе. Тут сколько уже литингов прошло. Также, соответственно, ну, это во многом говорит, наверное, об отсутствии, наверное, некого диалога между властью и народом или, может быть, какого-то нежелания слышать народ. В честь экономического развития, то, помнится, тоже там и были обещания в честь новых инвесторов. Ну, вспомнил тоже Агрика, когда нам говорили, то, что сейчас на Кичневский мясокомбинат зайдут. Потом, помнится, молочный. Завод тоже обсуждался, которого в итоге пока не видно, не слышно. Может быть, и ведется работа, но в публичном пространстве этого не видят. Надеюсь, конечно, что в дальнейшем можно будет проанализировать с положительной стороны, но пока данной работы не видят. Ты надеешься еще? Надеюсь, надеюсь. Как раз-таки может быть за счет сплоченного гражданского общества, за счет полноценной работы парламента, я думаю, конечно, будет все соответственно приходить все-таки в свою соответственность. Мы все должны консолидироваться. Согласен, согласен. В одном направлении? Да, абсолютно верно. Не могу не задать этот вопрос. Ты являешься родственником Акона Нахашкиева. Говорят даже, что он тебя привел в депутаты, еще куда-то. На ту дождь, где ты работал, да, с ЦРП. Я это знаю. Просто для наших подписчиков не связана ли твоя сейчас политическая активность, да? Возмущенная политическая активность в отношении власти. Ну, две сессии народного хорана, да? Два твоих выступления, ну, не о многом говорят. Тем более, ты представитель партии «Единая Россия». Не связано ли это с личностью Акона Нахашкиева? Ну, не буду, во-первых, отрицать, что да, мы с Аконом родственники. Он приходит со мной, худнер, ну, через супругу. Ну, говорить о том, то, что я ему чем-то обязан. Дело в том, что я долгое время работал в Москве, да, порядка где-то 18 лет, и практически всегда занимал там немаленькие должности. Работал в основном в коммерческих организациях, занимался разными видами деятельности, но последние лет 10 лет я занимался проектной работой, крупными довольно-таки проектами по Москве, Московской области. Я был куратором проектов. И когда вот вот решил все-таки перебираться в Элисту, поскольку семья моя была здесь, у меня здесь супруга занимается бизнесом. Аконом, в принципе, попросил помочь на тот период Зоя Сажейова возглавить ЦРП. Это Центр развития предпринимательства, как раз-таки организация, которая занимается микрофинансовой деятельностью и была уполномочена заниматься инвесторами. Учитывая то, что я занимался всегда проектной работой, он как бы и предложил. В принципе, я подумал, почему бы и нет, почему бы не сделать какую-то пользу региону, не принести. Ну, соответственно, он порекомендовал меня Зоей, а уже решение было непосредственно за Зоей. Она посмотрела мой опыт и, соответственно, приняла решение. В части депутатской деятельности на тот период я уже был как год руководителем Центра развития предпринимательства и мне предложили. Не скажу, что я рвался именно стать депутатом Хурала. Мне предложили на тот период и, как я говорю, то, что до конца еще не осознавал той ответственности. Ну, дальше, соответственно, были дебаты. Ну, а в части того, то, что, опять же, как ты сейчас сказал, это некий протест против... У нас же кланы. У нас везде кланы. Я хочу сказать тебе так, Саня. Моя жена, по большей части, не поддерживает мою политическую активность. Хотя, вроде, она прямая родственница его, она, наоборот, не поддерживает мою политическую активность. Да, она все-таки, как многие, наверное, жители наши, где-то и переживает, боятся за своих родственников, которые начинают задавать неудобные вопросы. Ну, я вот, как и сказал, то, что, осознавая ответственность на данный момент, то, что я депутат, и у меня есть какая-то такая, наверное, возможность осповлиять на смену от вот этого какой-то вот принципиальной системы в этой части вот только. Это уж точно не из-за того, то, что решили там в противовес этих. То есть, это чисто личные поры? по наблюдениям за ситуацией в республике на сегодня. Политическая зрелость, как я говорил. Политическая. Ты пробудился? Я пробудился. Я объясню для наших подписчиков о том, что Раслана является одним из основных, основным человеком, который завел сюда инвесторов на 40. Порядка на 40 миллиардов. Порядка на 40 миллиардов рублей инвестиций в республике Ковнуки. Это никогда такого не было в республике. Арслан, я знаю, этим гордится очень. Вкратце, Арслан, о чем идет речь? Вкратце, чтобы подписчики знали, что ты это начинал, что ты это как бы инициировал. И как ты к этому относишься? Я знаю, ты очень этим гордишься. Вкратце. Ну, сразу скажу, что не я один. Это коллективная работа, конечно, большей частью именно родили за эти проекты это я и Зоя Санжиев. Начиналось это все банально с телефона. На самом деле, вот сейчас вспоминаешь, как вот некая авантюра. потому что, когда мы зарождалась эта идея вообще завести сюда альтернативную генерацию и вообще крупных инвесторов, мы даже не знали, с чего начинать и к чему подходить. Потому что, для меня, это было вновь, но, имеется в виду, вновь именно в ряде вот именно работы именно с точки точки зрения от региона. Потому что, ну, как бы поле обширное, да, и с чего конкретно начать, и когда ты работаешь в корпорации, ярко заданный вектор, и ты знаешь, в какой сфере ты работаешь. То здесь поле обширное, и мы думали, с чего начать. Когда мы думали о том, то, чтобы завести сюда каких-либо инвесторов, мы проговаривали с разными организациями, и когда мы проговаривали с МРСК и нам МРСК-юга, нам сказали, вы знаете, то, что у нас есть определенный дефицит в честь электроснабжения, не в том плане, что электроэнергии нет, а нет технических как бы сказать мощностей для подключения. То бишь, у нас три подстанции по городу, и все три перегружены. Соответственно, я вот тут как раз-таки и подумал, так, у нас было до этого две попытки завести сюда вето-генерацию, почему бы и нет. Начал гуглить в телефоне, кто на данный момент занимается альтернативной генерацией. Нашел компанию Hevo. До этого сначала мы прорабатывали с компанией Solaris Technology, но с ними не получилось. С компанией Hevo мы вот начали как раз-таки прорабатывать. С телефона гуглил их телефон, через секретаря пытался объяснить, что представитель региона, и как поговорить с вашим там, директором. И таким образом мы как раз-таки в итоге... Что в итоге? В итоге история на самом деле длинная. Просто да, у нас сверху. поэтому вкратце сказать у данных инвесторов изначально не было такой задачи зайти на Калмыкию. Мы их убеждали и переубеждали, чтобы они зашли в наш регион, и сначала они нам давали 30 мегаватт, мы этому были рады, мы думали хотя бы хоть что-нибудь, чтобы зашло. Потом, когда они увидели сплоченность работы команды в регионе, они решили перебросить нам уже не 30, а 75 мегаватт мощностей. Далее эти 75 мегаватт выросли в 180 мегаватт. На данный момент группа компаний Hevel будет здесь реализовывать, уже реализовала практически два проекта о суммарной мощности 118,5 мегаватт, и плюс еще будет одна солнечная электростанция. Это Яшкуль и Малые Дербеты, да, Солнечная? Малые Дербеты и Яшкуль, да, это суммарно называют 118,5 мегаватт. Давай такой вопрос. Какая прибыль регион от инвестра? Что получит регион? Я так понимаю, что в виде налоговых рабочих мест сколько налогов будет платить Hevel? Или уже платит, или не? Они уже осуществляют налоговое отчисление в консолидированный бюджет республики. По прошлому году компания Hevel оплатила 30 миллионов. прогнозируемая сумма отчисления налогов от общих проектов. Просто сейчас сложно не спрогнозировать, поскольку я не знаю, сколько будет их прибыль. Но опираясь уже на местные налоги, такие как налог на имущество, НДФЛ, суммарная мощность от всех генераций, от всех этих инвесторов в части альтернативной генерации где-то прогнозировано порядка 300 миллионов в год. В год? В год. Для Калмыкии. Уже хорошо, уже отлично. Первый такой проект Калмыкии, когда еще ветрогенерация есть? Нет, это совместно с ветрогенерацией. А, совместно с ветрогенерацией. Ну и ветрогенерация, да. Они уже, там два инвестора у нас, один в Цыганамане построил уже 24 ветоустановки стоит. И второй Камбугуру, это компания Фортум в Целинном районе, здесь, недалеко от поселка Харбуук, там будет порядка 48 ветрогенерацией. установок, причем это будут самые мощные ветрогенерации в России. И они уже там порядка 20 ветрогенераций установок уже стоят. Еще какие правительства твои? Я уже знаю, ты занимался освещением города, да? Глобировал эти вопросы. освещением как раз таки мы начали заниматься также где-то порядка где-то в середине 2018 года я начал заниматься. Это опять же благодаря участиям на форумах я узнал о таком инструменте как энергосервисный контракт. Это от коллег с других регионов. Соответственно я все выяснил каким образом заходят. в основном кто заходит соответственно начал узнавать какие условия для этого должны быть соответственно уже приехав сюда в город и начал прорабатывать этот вопрос администрации города. Ну и вы сделали я знаю даже видно город ночью освещен но на сегодня существует такая версия не версия возмущения нынешней администрации сниженского собрания о том что контракт он лег временем для бюджета города или сц. Ну раньше за освещение города администрация платила порядка 16 миллионов в год при этом у нас было установлено 5000 ламп из которых дай бог процентов 70 светилось на данный момент светится 7800 ламп по городу да все лампы энергосберегающие качество они являются светодиодными энергосберегающими и по данному контракту администрация города оплачивает Ростелекому 24 с лишним миллиона в год да конечно там разница в принципе значительная 8 миллионов в год но в то же время город светится считая что во первых в полтора раза больше как минимум чем по отношению к предыдущему периоду и светится до утра и более того это вообще обязательный стандарт для городов и для комфортного проживания это обязательно комфортное проживание для туристической привлекательности для автомобильной безопасности для снижения криминогенной обстановки критериев положительных очень много и тут оценивать то что там 8 миллионов это некие кабальные условия я сомневаюсь у Ростелекома там заложено процент ну вот именно на чем они обогащаются всего лишь 7 процентов годовых по сути на основе положения да это можно воспринимать некий кредит от города на 7-летний период поэтому и более того спустя 7 лет да администрация города будет получать экономию то бишь после 7 лет контракт с Ростелекомом заканчивается и администрация города будет платить всего лишь 11 миллионов то бишь дальше пойдут уже возмещения грубо говоря да и если контракт был на перспективу да выходит в первую очередь это был на короткую перспективу чтобы непосредственно здесь и сейчас засветился весь город да соответственно город сам бы вынуть вот грубо говоря там порядка там требовалось 70-60 миллионов где-то чтобы они вложились сразу поставить переоборудов весь город на светодиоды установив автоматические системы управления это они я сомневаюсь что бы пошли сейчас смотрят если еще контракт ой инициативу твоей которую ты хотел бы сейчас озвучить чтобы люди знали что это ты инициировал делал начинал проектировал ну я уж точно не хочу хвастаться здесь мы не будем правду но также одним я считаю из существенных проектов которые я также заводил сюда в город это так называемый пандапарк в 18-м году было открытие сначала веревочного парка в 19-м году начало строительство первой очереди аквапарка детская зона и уже практически к началу этого года к началу этого лета он был реализован который инвестор да там по сути это наш местный земляк да который ну начинал как бы проект этот я сам непосредственно потом он соответственно что-то создать для детей да да развлечения для детей для наших уже реализован уже реализован также была инициатива и я начал уже прорабатывать и нашел инвестора в чести организации здесь у нас в Палмыки сети метановых заправок сейчас об этом говорит правительство да и вот как раз в прошлом году встречался с Буту Сергеевичем и как раз таки ему говорил о том профите который как раз таки принесут данные метановые заправки потому что тут уже прямой профит именно населению потому что население сможет ездить порядка там за 13 рублей а метан он идентичен по сути по расходу с бензином население действительно в полной мере может это оценить но пока что ну природный газ который из трубы идет ну насколько я знаю с министром экономики Троицким Троицким Дмитрий Александрович разговаривал проект пока находится в стадии реализации после работы после завершения этих проектов после того как уже стоят ветровые электростанции световые там ты можешь сказать что ты уже что-то сделал для республики гордись этим ну я считаю все-таки это было честью моей работы ну конечно я считаю то что ну есть если ты меня вытягиваешь на то что горжусь этим я просто знаю что ты этим гордись я хотел бы чтобы ты сказал нашим подписчикам это конечно конечно я горжусь этими проектами но на данный момент я считаю то что более наверное такое значимое дело которое я могу привести в республику это как раз таки стать одним из членов вот этого зарождения активного гражданского общества так же чтобы соответственно парламент хурал да тоже соответственно работал в полную меру поэтому были мои возмущения в честь когда я высказался председателю хурала о своих претензиях к его работе калмыцкие небылицы приметы и гадания три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании вышла книга которая обещает стать библиографической редкостью сказка Далунхойрхудл 72 небылицы рассказ диалог Кемельхин приметы 25 позвонка овцы и образец гаданий Далуншиндже гаданий по бараней лопатке представленный в очерке народного поэта калмыки Константина Эрендженова это любимые и уникальные устного творчества нашего народа Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский Самобытные яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир Книга будет интересна как взрослым так и детям и станет прекрасным подарком каждому кто интересуется калмыцким фольклором Ну раз что ты начал говорить о гражданском обществе о своей деятельности на парламенте на 16-й сессии ты возмутился возмутился и я там был такой момент это видео разошлось да о том что ты как бы это даже был не вопрос расслан это было такое подтверждение того что эти проекты которые сейчас реализуют наши правительства в части строительства объектов дорог были заложены ранее в 18-м году то есть мне показалось что ты как-то ревностно отнесся к высказыванию Дмитрия Троя о Шургучии министра финансов о том что они сейчас делают то-то-то прокомментируй пожалуйста на самом деле я не то что возмутился хотел чтобы люди знали на самом деле каким образом реализовывается нацпроект да мы обсуждали как раз таки заслушали отчет бюджета за 2019 год и там было во многом как раз таки озвучено то по реализации национальных проектов это строительство детской поликлиники которая в городе сейчас строится по улице Лен школы как раз таки детские площадки дороги социальный объект да я хотел чтобы люди понимали на самом деле это по большей части федеральное участие что такое нацпроект да там выдается непосредственно под определенный проект участие федерального бюджета на 98 процентов участие регионального бюджета 2 процента и эта работа она ну как бы не делается буквально за день за месяц да там надо во-первых найти земельный участок соответственно разработать ПСД все это системная коллективная работа я хотел да я хотел чтобы люди понимали что это не из-за того что сейчас произошла перемена власти и сразу начали строиться там дороги как сейчас многие воспринимают что все произошло перемена власти и все начало строиться нет это строилось бы по-любому кто бы был бы предыдущий не предыдущий хоть кто угодно пришел бы это национальные проекты они идут под отдельным контролем соответственно с определенным финансированием также эти были проекты в 19-м году которые полностью прорабатывались в 18-м году точно так же те проекты которые сейчас в 20-м году реализовываются также они во многом именно закладывались еще в 18-м году я хотел именно вот это осветить чтобы люди понимали правильно где реальная работа нынешнего правительства да а где реальная работа именно федерального правительства вот нацпроекты в основном это ну это системно это коллективно не хочу сказать что это чисто федеральное правительство да потому что все равно но ты там сказал еще про смену власти еще да 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 ну я же вот это и подчеркиваю то что люди чтобы правильно понимали да я не хочу тем самым там уколоть нынешнее правительство да или там возвысить предыдущее правительство я хочу сказать что это системная коллективная работа да на нынешнем правительстве лежит, контроль за реализацией этих проектов. И это тоже немалая составляющая. Но может быть, к этому сейчас пока нету никаких претензий, дай бог. Но просто, чтобы люди так же понимали, что все это закладывалось еще с 18-го года и работа велась тогда. Вторым вопросом ты возмутился по премиям, так называемой Медведевскими премии на нашим чиновникам. Я о них узнал еще 30-го декабря 19-го года. И все это я начал будировать, муссировать. Меня даже за это хотели привлечь к ответственности какой-то. Это прокурор. Ну и не все прокурор. Курмаев писал заявление. Почему ты решил с полгода спустя что они тогда, когда... Вы, наверное, об этом знали? Почему вот я с улицы человек, парень, говорю об этом, а депутаты на это меня не обращают? Кроме Манджикова и Манджиева. Почему ты сейчас решил именно в этот период об этом сказать? Об этом сказать, об этом возмутиться, задать вопросы? Я как раз таки задал вопрос именно тогда, когда можно сказать, нужен. Потому что как раз таки заслушивался бюджет. Да, за отчет бюджета 2019-го года. Я в рамках этого отчета, поскольку там были указаны уже конкретные поощрения. Я не мог раньше ранее ссылаться на какие-то там данные взятые из социальных сетей. При условии того, что это все утаивается. Да, при условии и этого в том числе. Тогда, соответственно, я прочитал полностью, соответственно, бюджет, да, соответственно, увидел то, что есть эти поощрения. Они распределены странным образом, да, и в рамках отчета за бюджет за 2019 год я задал вопрос профильному министру, первому заместителю председателя правительства, в присутствии главы региона, в присутствии там председателя правительства, да, соответственно, я задал этот вопрос. Тот вопрос, который как раз-таки волнует общество, в том числе и тебя с нами. Для меня в первую очередь, мне кажется, меня за это привлечь хотели бы. Другое дело, получил ли я ответ? Мы сейчас об этом поговорим. Тебе сказали, на сессии тебе сказали, что-то там про таргетированный формат, и сказали, вы знаете, кому надо задавать эти вопросы? То есть, Бату Сергеевич, прямо говоря, сказал тебе, обратись ко мне, я тебе отвечу. Ты обратился к нему? Да, я послал депутатские запросы по всем АИВам, которые получили данные поощрения. Ну, по списку. Да. Соответственно, ждал ответа. Ответы мне сейчас уже начали приходить. И я скажу так, то, что тем, кому нечего скрывать, они ответили честно. На данный момент это только два министерства. Министерство экономики и торговли Троицкий Дмитрий Александрович и Министерство образования. Они четко прописали. Ну, у них там были же маленькие суммы. Нас же интересуют другие министерства. Тем не менее, я же поэтому говорю, видимо, те министерства, которым нечего скрывать, они не стали утаивать. Другие, где-то прям как-то как под копирку ответили, ссылаясь там на положение по премии. Ни слова сколько, каким образом. Просто сослались на положение по премии. Отдельные министерства вообще, то ли не вчитываясь в депутатский запрос, то ли, не зная вообще, не зная, каким образом уйти от ответа, сослались на 79-й федеральный закон. Закон о персональных данных. Да. Закон о персональных данных. Хотя я там конкретно прописывал. Мне не нужны данные именно по персоналию. Мне нужно именно четкое распределение и конкретно по должностям. Почему именно то, что именно на этой должности? Ну, министр почему получает так? То есть, мотивировка, да, этого? Да, просто у меня на самом деле... Это должно же быть положение премирования, да, по-моему? Это все должно в это укладываться. Согласен. Поэтому я не вижу вообще в этом какую-то, не знаю, секретность или еще что-то. Наоборот, там же сказано прощение за выполнение определенных показателей. Да, И я хочу, наоборот, обелить власть, показать всему нашему экономическому народу то, что вот данные министерства выполнили, даже перевыполнили планы, да, и сделали что-то такое хорошее. Вот я же не скрываю за свои проекты. Я говорю их прямо, честно, потому что мне есть за что сказать. Я хочу узнать. И не просто сам узнать. Я хочу поделиться с народом то, что вот данные министерства, чтобы они не стеснялись. А наоборот, так и сказали, так, а я уже протранслирую, далее скажу, вот данные министерства, молодцы. Просто вопрос, почему Министерство природных ресурсов получило в 12 раз больше эти премии, чем, допустим, Министерство спорта. Минздрав тоже. Нет, Минздрав он миллион получил, но в 6 раз, чем Минздрав. Или тот же Минпульт тоже получил 500 тысяч. То есть, я был прав, когда публиковал по министерству сумму, правильно же? По министерству? Я, честно говоря, не помню. По министерству. Я брал с электронного бюджета, а ты взял с бюджета республики. Да, я взял. Ну, это все там одно и то же уже. Ну, вот. И, соответственно, вот в этой части я хочу как раз-таки поблагодарить того же Дмитрия Александровича, да? Нет. Дмитрия Мацаева, да? То, что они молодцы. Нет. Троицкий, на одной из вещи народного хороа, да почему? Я отвечу, он ответил, я после 50 тысяч. Так и получается, наверное? Да. Это министр заслужит уважение. Согласен, он не скрывает. Главный вопрос. Бату тебе ответил, почему он решитель? Там в постановлении в коренном, в Медведевском, написано то, что глава региона решает. Именно глава. А у меня был самый главный вопрос Бату Сергеевичу. Почему вы разделили так? Бату тебе ответил на этот вопрос? Нет. Я запрос также послал, пока не получил. Получил ответ от правительства, они как раз-таки ссылаются на решение главы республики, на указ президента Российской Федерации. Но, ну, в общем, они всю ответственность переложили на главу региона. Вот я жду сейчас ответа непосредственно от него. Ну, и также от других министерств, которые еще на ответили. Да, вот мне тоже Берегов Чингис ответил, что что-то мы согласно последнему правительству. Зайцев отписался на глава региона. Все на главу региона. У меня такой вопрос, я кому-то в интервью задал, по-моему, церену кому-то. То есть, у нас глава республики есть. То есть, власть, он себе набрал команду. И здесь с премиями, да, выходит как с депутатами, когда мы ходили на прием граждан, они все вот так вот. 8 сентября мы сделали свой выбор, мы выбрали главу. Здесь все скидывают на главу. Тебе не кажется, что человек, находящийся в команде, в команде у лидера, которым они его якобы считают, должен, наоборот, защищать его? Должен говорить, нет, это я. Почему-то мотивировать свои ответы и считать, моя позиция соотносится с позицией главы, а не таким образом избегая ответственности, убегая, издавая того же Хасикова на растяжение обществу, то есть нам. Как твоя позиция, как ты считаешь такую позицию команды Батух? Ну, честно, не могу ничего здесь прокомментировать, потому что, ну, если бы я имел конкретный факт, да? Нет, Арстан, смотри, мы пришли к депутатам, к любому из депутатов, мы приходим, почему мы выбрали Дмитрия Викторовича Трапезникова мэром города? Нам отвечать, если ты пересмотришь все прямые депутаты, там будет так. 8 сентября я сделал выбор в пользу Бату Сергеевича. А Бату Сергеевич назначил нам Дмитрия Трапезникова, и за это я проголосовал. Он не говорит там, он не защищает там, там, Хасикова, он, наоборот, снимает с себя ответственность и отдает на Бату. С премием здесь то-то точно так же. Хасикова решил все. А Хасикова что-то? Хасикова молчит. Он же нам не объяснил никому, почему он поставил Трапезникова должным образом, понятным образом даже на встрече не объяснил. И здесь он не объясняет, что он, почему он решил так по премии. А тебе, говорит, обратитесь ко мне еще в каком-то там таргетированном формате и понимаешь, он от ответа не дает. И его команда как бы его сдает. Я бы хотел как депутата от Единой России услышать твой комментарий. я думаю, здесь может быть Бату Сергеевич просто все, как бы, все ответственность заключает на себе. Может быть, это не из-за того, что непосредственно там команда решила там все приадресовывать на него. А возможно, он сам берет ответственность за... А, я разберусь. Это мое решение я разберусь, да? Потому что это возможно как раз-таки его решение, вот он берет ответственность на себя. Хорошо, что он. Казачков, Анатолий Васильевич Казачков, я понимаю, что сейчас ты, как член фракции Единой России, связан определенной депутатской партийной этикой, но я все же задам тебе этот вопрос, почему ты на 17-й сессии так жестко высказался, поддержал Наталью Манджику, поддержал Нансыра Манджиева, высказался в этом отношении. По его деятельности, именно как ты сказал, ничего личного это работа. Ну, знаешь, наверное, это надо чуть-чуть мне тогда рассказать про себя. я работал в Москве, как я говорил, в разных должностях, и бывали такие случаи, когда были руководители, и по тем или иным причинам они не выполняли полностью весь спектр своих полномочий, в силу возраста, в силу нежелания работать, где-то, может быть, по каким-то другим критериям, или по своим личным убеждениям, или в угоду кому-то. И я всегда старался с этим бороться, потому что я, наверное, все-таки нано-проектник, я все, вижу цель, я должен это сделать. И если я вижу препятствие, я должен его пройти. И будь то руководитель или кто. Я зачастую даже спорил с учредителями компании. И в итоге оказывался прав. И, наверное, именно за это меня в свое время как раз они не ценили и повышали в должностях. И давали новые проекты, соответственно. И точно так же здесь я вижу потенциал работы парламента. Вот как я тебе сказал, что я политически созрел, когда я понял на самом деле полный, так сказать, может, еще и не полный, на самом деле комплект всех возможностей депутата. Но я уже в полной мере осознал ответственность за решение, за отстаивание интересов. И только в этой части, потому что меня на самом деле по примерам возмутило, когда в прошлом году выходил с инициативой по федеральному закону на профессиональные доходы по самозанятому, меня не поддержали. Я объяснял, что это нужно. Мне Министерство финансов отписалось, почему нельзя. При этом говорят, что предприниматели будут ухищряться, переходить на сопрещенную систему на этот налог по самозанятым. Точно так же сейчас, когда столкнулся с мерами поддержки, это как раз таки тоже был второй вопрос в рамках 16-й сессии, где меня как раз таки и лишили слова. Потому что накануне я в комитете очень жестко высказался в отношении работы правительства. То есть на комитете ты высказался и может это специально было сделано? Ну отчасти возможно, потому что они понимали то, что я скажу. и соответственно не захотели, чтобы это ушло в публичное пространство. Соответственно по мерам поддержки это с конца марта я разговаривал с министром экономики торговли Троицкий и с министра финансов. я неоднократно проводил видеоконференцию со своим плитно-матерским сообществом членами опоры России. Мы обсуждали те конструктивные как раз таки меры поддержки, которые нам помогли. И я просматривал меры поддержки других регионов, которые уже на тот момент, уже к началу апреля уже выдавали готовые пакеты и по два раза их уже меняли. Соответственно, мы встречались, обсуждали, но не было такого понимания, что надо действительно на эти меры поддержки пойти. Со стороны правительства. А ты прорабатывал с правительством сначала, чтобы потом закончить? Мы встречались более узким кругом, это и представители опоры России предпринимателей, и депутаты хороу. То есть ты как депутат работал, думал о народе, о предпринимателях в период пандемии? Конечно, я потому что понимал, что это не закончится здесь и сейчас. Это будет, а предприниматели уже на тот период уже находились в бедственном положении. Ты сказал, что Казачко тебя не поддержал, это вот с этой инициативой он тебя не поддержал? И с этой инициативой в том числе. Я заходил, объяснял тогда перед 16-й сессией хороу, я заходил к Анатолию Васильевичу и говорил, что законопроект в таком виде предпринимать нельзя. Я не говорил, что его вообще, я понимал, что по-любому нужно. А что нужно доработать? Да, я на комитете говорил, давайте доработаем. Я предложил коллегам голосовать за данный законопроект и отправить его на доработку в том виде, который он нужен предпринимателям, а не в том виде, чтобы поставить просто всю галочку, что они что-то сделали для предпринимателей. Не нашел этой поддержки. Потом, видимо, после моих возмущений как раз-таки на 16-й сессии все-таки правительство прислушалось. И почему я говорю, что... То есть твои предложения вошли в законопроект? Конечно, да. ну, вот те как раз-таки меры поддержки, которые были приняты, но они были приняты только на 20-й год. Я им говорил, давайте их растянем до 21-го года, чтобы 21-й год был включительный. А-а-а, перед 16-й сессией меня не хотели слышать. После, наверное, 16-й сессии, возможно, я думаю, решили все-таки действительно пойти на встречу, потому что увидели, наверное, боль предпринимателей. И я, честно говоря, рад. И я убедился как раз-таки в очередной раз вот именно в своей как раз-таки ответственности и надобности как раз-таки говорить то, что это дало результат. Потому что на 17-й сессии все это было уже принято. И я, как вот сказал, как раз-таки на 17-й сессии... То есть с боем ты добился? Да. Парламент, то бишь, площадка Хурала, это площадка для дискуссий. Я считаю, ну, даже мы с Максом считаем, я действительно считаю, что Анатолий Васильевич является врагом калмыцкого народа. Ну, не имеет калмыцкого имя, калмыков, но в том числе жители, проживающие на территории республики. Потому что уже там около более 20 лет стоит на месте. Он работает при Керкерсане Ульмужине, Ульмужине, работал при Орлове Алексея Маратовича. И сейчас работает при Батбату Хасикове. И естественно всегда при хороших должностях. Если ты можешь, ну да, я понимаю, не против инвестика. Что ты считаешь? Как ты только амитируешь, что это мы высказывали? По поводу того, что он да устарел он уже, ему надо уходить. Уходить пока спокойно, без позора определенного, без шума. Потому что уже шум начался. А он председатель законодательного органа. Это же огромная ответственность. Ну, в данном контексте не могу с тобой согласиться. Это уже переход, так сказать, на персонале. Ну да. Вот у меня возмущение чисто как должностном лицу. Ну я и говорю, как. Ну давай с тобой возьмем примеры, допустим, Болдырев, да, Валерий Астаевич. Он же тоже давно работает, но работает эффективно. Претензии в том-то и дело. Соответственно, у меня претензии не к личности. Анатолий Васильевич в принципе успел узнать вот тут за два года. Я претензий личных к нему, как к Анатолию Васильевичу, не имею. У меня претензии только как должностном лицу. Вот как я говорил, опыту своей работы, да, опыту своей работы. Я знаю то, что либо можно человека все-таки как-то активизировать, чтобы он начал работать. И он начал мотивировать весь, так сказать, депутатский состав. и тогда как сказать, хурал это очень эффективный инструмент. Самый главный. Самый главный. Высший законодательный Совет Республики. По сути, это, грубо говоря, вторая власть. И если будет работать парламент, потому что это уже законодательный исполнительный судебный, это первая законодательный. Я скажу, что не я один в таком контексте, соответственно, не то, что думаю, а прорабатываю на площадке Хурала вопросы. Ты же видел, Булган-Борисовна тоже высказывала в части работы естествообразования. И вопросы решаются. Поэтому и многие другие коллеги соответственно высказывали на площадке Хурала и вопросы на самом деле могут решаться. И они должны решаться более того. А председатель должен, наоборот, поддерживать все инициативы, выносить их как раз-таки на обсуждение, вызывать министров, спрашивать с министров, почему то не сделано. Потому что депутаты зачастую это трансляторы, а Хуралы это площадка. А председатель это его голова. Согласен. Если это все будет соответственно работать в единой компоненте, соответственно будет совсем другая работа. Мне стыдно за народных ворок. У меня такое ощущение, когда Анатолий Васильевич возглавляет и когда он затыкает тебя или лишая слова говорит, ну а он же тебя старше. Вот так вот когда ты с Батуха Сергеевича в том еще переговаривался и у меня такое ощущение, что народных Урал мы опустили ниже Плинтуса, понимаешь? Два-три депутата что-то говорят, остальные просто галочки ставят. Согласен ты с моим мнение на то, что уровень сейчас законодательного органа республики Калмыкии он не тот, который следовало бы, на котором он должен быть. То есть именно сильный, мощный, самостоятельный народный Урал. Ну опять же не могу с собой согласиться вот именно в части твоего высказывания то, опустили. Мы не могут никаким образом опустить значимость Урала. Мне кажется, он не работает. Другое дело, чтобы Хурал не становился неким придатком исполнительной власти. Там такие есть сейчас. Вот в этой части как раз. Я это имею в виду в том числе. Но в то же время, наверное, вот такие же депутаты это все-таки зависит не от одного человека. Я думаю, это все-таки нас там 27 человек. И если каждый соответственно будет требовать также от председателя Хурала, чтобы он выполнял свои должностные обязательства, от каждого министра будет требовать. Не будет уклоняться от тех вопросов, которые ему задает общество. Также не будет бояться или стесняться задавать их на сессиях Хурала. Тогда будет работать Хурал. Тут сказать, что в целом Хурал в целом виноват, думаю, наверно не так, потому что там сидят зачастую в большинстве своем довольно-таки уважаемые люди. Которые молчат, азнам? Ну, не скажу, что молчат, просто может быть не хотят поднимать те темы. Которые не хотят поднимать те темы. Какая разница? Ну, это Хурал раз, это депутаты раз. Вот ты сказал, мы так же избранные, как и глава. Это позиция нормального, честного, смелого депутата. Почему другие так не могут сказать? Ну, я думаю, тут уже вопрос можно задать каждому депутату Хурала. За себя я могу сказать. Я не могу сказать за других почему. Потому что может они больше знают. Может они знают уже решение по данному вопросу. В данном случае надо задавать все-таки вопросы каждому депутату Хурала. Давай заключение нашего интервью. Я хотел бы, чтобы вкратце охарактеризовал деятельность Алексея Маратовича. Как руководитель? Ну, поработал я же не был в прямом подчинении у Алексея Маратовича, я работал в подчинении у Санжиевой Зои. Но по реализации тех проектов это по большей части, как я сказал, то, что это командная работа, там министр земельных и имущественных отношений большую лепту внес Лиджиев Борис Олегович. И в том числе как раз таки это все получилось благодаря как раз таки поддержке Алексея Маратовича. Его личные заинтересованности в данных проектах. Имеется его личные заинтересованности для регионов. Также, соответственно, поддержка всех глав районов, где реализовывались данные инвест-проекты. Поэтому дать такую оценку, я как в принципе сказал до этого, то, что тут надо понимать, какие цели и задачи ставились перед руководителем региона, но на тот период, опять же вспоминаю предыдущую речь, те обязательства выполнялись. Он поддержал последние два года такому, что он хорошо поддержал молодежь, молодых министров, молодых. И вы показали это. Не могу ничего сказать, потому что я по большей части апеллирую фактами. Я на тот период в основном работал в Москве, о Калмыкии соответственно узнал так же, как и многие из новостей. Ну, конечно, я периодически все равно сюда приезжал, у меня здесь были организованы бизнесы, но с политикой я не связывался. Почему ты согласился ввести сюда на интервью? Потому что я считаю, у вас очень хорошее зарождение вот тут как раз таки гражданского общества. Ты сам знаешь, мы с тобой в принципе общаемся давно, да, и когда выходили вы с определенной повесткой, да, анти, ну, где-то и антиправительственное, да, ну, имеется в виду, регионального уровня, я тогда еще не понимал, то сейчас, когда посмотрел твои эфиры, вижу реальный конструктивный разговор, реальное желание направить, заставить работать правительство в нужном русле, и я так думаю, это по-любому результат вашей работы, то, что сейчас у нас администрация города работает совсем в другом ключе, я так думаю, это видят все, в то же время и жители города, поэтому я тоже хочу быть частью именно этого зарождающего гражданского, активного гражданского общества. Не боишься? У тебя есть бизнес, да, семья, твое выступление о сессиях очень много говорит. Ты знаешь, у нас администрация, глава республики, очень сильные связи с нашими россияновиками. Как ты ответишь на этот вопрос? Ну, не то, что боюсь. Опасения, конечно, есть, то, что правительство может включить некий административный ресурс, и мне более того уже передают то, что после выступлений моих то, что тобой сейчас займутся. Кто-то говорит, уже даже занялись. Но когда ты чувствуешь за собой правду, я знаю, что за тот период, в который я работал, можете спросить сотрудников моих, которые работали и работают сейчас в церкви, не было никаких сомнительных движений, сомнительных предложений. Я полностью отрабатывал, и, как я считаю, вообще на все 150%. Поэтому мне опасаться за то, что за предыдущую работу нечего, за бизнес, ну, что ж поделаешь, если будут какие-то наезды, я думаю, все будет в рамках правового поля, надеюсь. Ну, что, будем на то есть определенные институты, судебные, правоохранительные, будем стараться. Вот тебе пример Валентин Хорошевский. Ты поняла, о чем? Да. Я даже слышал слухи до Кувара о том, что те пять человек, которые за него подписались, уже там под клопоком или ты в том числе. Почему ты подписался за Валентину? Ходатаса, да, что ты выписали? Чтобы его оставили под домашним арестом, на избрание меры пищения. Да. Ну, во-первых, Валентина я тоже знаю, мы вообще в городе жил, все друг друга в принципе с детства знаем. Ну и мы так и познакомились. Да. знаю его в принципе с положительной стороны, знаю его семью, супругу, и знаю уж точно, что он не собирался никуда там скрываться или еще что-то. И где-то у меня очень большие сомнения в том, что его где-то там уж обвиняют, особенно на тот период, когда избирали как раз-таки меры пищения, я вообще не понимал что-то. Потому что я знаю уж точно, что он не какой-то жулик, вор или еще что-то. Поэтому считал нужно. Не боишься попасть в такую ситуацию, что потом доказывается или он признается, а ты за него подписывался? Ну, во-первых, мы хадатайствовали именно, как ты сказал, по мере пресечения. То, чтобы мы избрали меру пресечения из-за того, что у него трое детей. там не говорится. Да, там не говорится о вине, там только избирается мера пресечения либо арест, либо домашний арест. Аслан, ты очень смелый человек, спасибо, что ты пришел в интервью. Кстати, это депутат, напомни, депутат народного партии «Единная Россия», это первый «Единный рост», который у нас здесь. Никак не могу дождаться Чемида Жангаева, специально для тебя, Чемида. Аслан, в заключении я прошу всех гостей наших, чтобы какие-то определенные пожелания для наших подписчиков. У нас смотрят много человек, аудитория огромная, для Калмыкии это огромная. Чтоб ты пожелал, чтоб ты сказал, посоветовал. Ну, хотелось бы, конечно, пожелать подписчикам то, чтобы вообще интернет-сообществу, землякам, чтобы они активнее участвовали в и политической в том числе жизни региона и где-то в реализации проектов и где-то контролем как раз-таки над правительством, над может и профильными министерствами. Потому что тут даже взять пример тех же вот тут закупку аппаратов ИВЛ, я думаю, здесь как раз-таки не дало вот этот интернет-сообщество, совершить по завышенным закупкам приобрести данный аппарат. Также там та же работа я думаю администрации города это тоже во многом обусловлено именно активным участием земляков в контроле над правительством. Также соответственно вот тут даже тоже нашумевший вопрос с переименованием на стопо-бэндер в проспект Петра Анацкого тоже соответственно пошли определенные возмущения в части этого. Кстати, как ты относишься к переменам? Честно, я отношусь отрицательно и даже более того я поучаствовал в публичной подписании публичной петиции в интернете почему тоже скажу потому что во-первых не считаю как многие то, что существуют герои гражданской протоубийственной войны там они апеллируют тем, что здесь у нас в Ютинском районе проживают родственники потомки Петра Анацкого но также у нас по всей республике и за пределами республики проживает куча родственников которые пострадали от данной войны и да у меня нету какого-то персонального неуважения я считаю да он как говорят что ну так какие могут быть герои гражданской войны когда между собой брат на брат ушел ну он был награжден орденом кавалерий кавалерий Георгия Георгиевским именом Христом однозначно это наверное легендарная личность да определенная но к сожалению да здесь у нас как бы в регионе я считаю что это неправильно потому что многие семьи пострадали кто-то лишился домов в тот период был вынужден покинуть свои дома родину и более никогда не вернувшись сюда на родину и их потомки сейчас живут в других странах где-то а многие те которые остались здесь им деды рассказывают или там бабушки рассказывают насколько это было ужасно поэтому мне вот кстати очень понравился эфир с Ларей Лишкиным и его идея по переименованию улиц и дело в том что она обоснована она обоснована и вот меня она честно говоря срезонировала то что это действительно про развитие мы еще не обратились в мэрию потому что мы готовим презентацию как это все будет выглядеть если это что на этой неделе сделаем мы уже обратимся с этим но вот я в этом вижу на самом деле ты поддерживаешь конечно потому что здесь есть развитие туристического потенциала возьмем те же самые европейские города там вот именно они своих там именно героев еще с давней историей оставляют ставят музеи да и как раз таки есть вот эти туристические тропы плюс это соответственно воспитание национальных и идеи национальных да и культуры здесь у меня очень срезонировало здесь хотя бы обосновано а чем обосновано переименование проспекта Стапа Бендера в проспект Анатска чем ранее он там назывался да ну все равно он назывался при коммунизме да в данный момент тут уже надо все-таки смотреть стратегически да а не просто так из-за того что до этого там до этого и страна у нас была другая вот я об этом при коммунизме назывался ну вот ну тебе идея понравилась очень срезонировала и я считаю то что отлично это ну действительно здесь есть обоснования пожелания какие активнее наверное участвовать пересопереживать на самом деле созидать в жизни республики наверное не бояться наверное участвовать где-то требовать своих прав законных прав и наверное в такой тяжелый период как сейчас пожелать здоровья всех благ чтобы мы совместно все-таки пережили этот тяжелый период спасибо что пришел за очень смелый человек уважаемые подписчики ну я как всегда прошу подписывайтесь на нас смотрите наши видео ставьте лайки нажимайте на колокольчик оставляйте свои комментарии мы на них отвечаем лайки даже ставим смотрите нас удачи вам спасибо до свидания удачи вам удачи вам удачи вам